Прекрати линию, Фрамина остался бы, если бы мы не рассказали тебе о Чайлде, это всё было наше вина! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Гейшин Инфаркт. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно плавно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Игзо! Ну ты, Соня, вот так заснуть и ещё разговаривать во сне, Пайман до смерти перепугалась! Я ещё отлишне и пизданула. Нет, ты бормотала что-то вроде, Пайман, не ешь мою жареную рыбу и оставь искушение, адаптай сейчас же! Пока ты спала, Пайман всё время беседовала с госпожей Сиджвин. Она показалась Пайман искренней, а в комнате ничего подозрительного не было, может быть мы ошиблись? Неужели мы действительно идём по ложному следу? В этом месте всё же есть что-то необычное. Подвижный блок, а также вопрос, который Сиджвин задала Лурвин. И ещё, действительно ли они говорили о своих лекарствах до того, как мы вошли? Хм, был ли спор Лурвин и Жюрия настоящим, или они разыграли представление? Пайман, послушай! Ого, ты внимательная! Эти мелкие подозрительные детали, на которые Пайман даже не обратила внимания! Мы должны передать информацию или нет! В течение следующих нескольких дней вы спайман работаете на своих участках в обычном режиме. При этом вы находите возможность записывать на листке бумаги ключевые слова, указывающие на ваши догадки. Ну и... Вы успеваете передать листочек, занятый или нет, когда та случайно проходит мимо, и её маскировка безупречна. Ловким движением руки она убирает записку в карман. И вот наступает девятый день. И сегодня тот самый день! Пойдём встретимся с Линни! Ну и я... Пришли. Здорово! Типа тут палива не будет? А? Ну ладно. У вас ведь не было никаких проблем за последние несколько дней. Нет, мы просто отработали свои смены в соответствии с графиком. Ничего странного не произошло. Славно. Значит, вы не вызвали особых подозрений, когда проникли в лазарет. Мы изучили ваши записи. Фремене успешно покинул территорию по трубам два дня назад. А вчера вечером Линни цимулировала болезнь и проникла в лазарет. Аいつ мы им... Подожди! А она тоже участвует? Ребята, ваша помощь в лазарете неоценима. Откровенно говоря, вы уже сделали более чем достаточно, чтобы Фремене вам помог. Проникновение на охраняемую территорию... Это не то же самое, что однократное расследование. Мы должны свести к минимуму использования тех же самых исполнителей, чтобы не усугублять подозрения. Ещё Линнет думает, что раз уж вы сделали первый шаг за нас, то она должна завершить работу. Вот как Линнет думает... Ох, пойман надеется, что всё пройдёт гладко. Я не против вам помочь. Возможно, это правда. Мы лучше, чем кто-либо другой, знаем о ваших благих намерениях. Но я напомню тебе. К сожалению, кое-что может нам помешать. Но то, кому мы верны... Ты говорила, у вас уже были столкновения с Фатуей. Понимаю это чувство. Полагаю, что вы помогаете нам исключительно по доброте душевной. Никому не помешают новые друзья. Мы тоже будем рассчитывать на вашу помощь, когда она нам понадобится. Но поскольку я считаю вас друзьями, то для нас ещё важнее защитить вас от любой опасности. Фрэмина и Линнет считают так же. Понятно. Приятно слышать. Пока не вернулся Фрэмина, давайте узнаем, как дела у Линнет. Если всё прошло хорошо, то она должна уже завершить расследование. И сейчас точно подходящее время. По моим наблюдениям, Сиджвин всегда уходит из лазарета примерно на полчаса прямо перед обедом. Линнет не в курсе, так что это самое подходящее место для встречи с ней. Линнет в курсе. Точно, мы тоже об этом слышали. К тому же я её брат, помнишь? Для старшего брата вполне естественно заботиться о благополучии сестры. Ладненько, пойдёмте сейчас же! Ладненько. Ладненько. Никого не смущает, что я бегаю туда-сюда? Исследовать лукохотника. Пришли. Линнет должна быть здесь. Эй, нет? Как странно. Линнет? Как и ожидал, Сиджвин здесь нет, но Линнет тоже нет. Возможно, она нашла какую-то зацепку и решила пойти по следу. Нет. Линнет редко действует спонтанно. Мы договорились, что если отойдём от плана, то обязательно... Если отойдёт от плана, то обязательно найдёт способ сообщить мне об этом. Если только... Давайте пока поищем здесь какие-нибудь подсказки, пока ждём её. Может быть, она скоро вернётся? Давайте. Так, подсказолики-подсказули. Оп, исследовать. Здесь какие-то книги и несколько документов. Похоже на медицинские записи. Сестринское дело, продвинутый уровень, как поднять настроение пациентам, краткое руководство по психологии, эмоции и смысл смеха. Интересная литература. Кто бы мог подумать, что такие штуки заинтересуют Сиджвин? У неё даже есть книги о мотивации и причинах человеческих чувств. Это потому, что она милюзина, и она просто хочет получше понимать эмоциональное состояние пациентов. Не вижу ничего необычного. Такие знания могут пригодиться медсёстрам. Ладно, ничего необычного, значит, ничего необычного. Так, а... Тут только две метки было. Ладно. Все кровати аккуратно заправлены. Не похоже, чтобы на них кто-то спал. Все, кроме вон той. На этой кровати лежала Линет, верно? Ты говорил, что она притворялась больной. Хм... Скорее всего, она сказала бы, что у неё очень болит голова. Старшая медсестра после этого попросила бы Линет прилечь и отдохнуть, а сама пошла бы за лекарствами. Но кровать всё ещё не застелена. Это значит, что старшая медсестра не возвращалась с тех пор, как здесь лежала Линет, или... Она знала, что ей не нужно заправлять кровать. Ух, плохой знак. Так, а... А-а-а-а, вот чё я не видел. Ага, вот, мы уже на это обращали внимание! Ой, да не пизди, ничё ты не обращала. Хм, как будто нарочно не замаскировали. Линя приближается к подвижному блоку и начинает простукивать его. За перегородкой ничего нет. Судя по размерам, этот вход не должен разбираться. Возможно, тут есть специальный механизм. Могла ли Линет попытаться проникнуть внутрь? Но тогда она наверняка связалась бы со мной. Давай поищем другие зацепки, только без паники, пожалуйста. Просто посмотрим ещё. Линя, судя по выражению его лица, точно начинает паниковать. Без паники. Так Линя пытается успокоить самого себя. Пусть успокаивает себя, чё. Смотрите, здесь записка. Записка? Вот здесь, тут так много текста, а... Здесь написано... Из уважения к обычаям я буду использовать лист бумаги или открытку в качестве средства передачи моего послания. Можешь считать, что я передаю наилучшие пожелания. Это же... Это всё? На обратной стороне... На обратной стороне... А, это... Покажи, сейчас же. У тебя такое выражение лица? Сейчас Паймон всё прочтёт Вы гадаете, где может находиться госпожа Линет из Фатои? Нет, не может быть! Неужели она? Ризли Мог ли он специально оставить лазарет без охраны, чтобы заманить нас? Постой, ты думаешь, что он с самого начала знал о наших целях? Но как? В прошлый раз у нас не возникло никаких проблем, и с тех пор он также никогда не выходил на связь Почему он решил действовать не сразу, а при второй попытке проникновения? Это ключевой вопрос Ризли Ничего не делает без чёткой цели или причины Значит, с самого начала у него не было никаких опасений по поводу вашей активности Киллокера Ты не такая, как мы Тебя прислал сюда Невелет Поэтому у тебя нет конфликта интересов с Ризли Про нас нельзя сказать то же самое Почему он захватил только Линет? Я бы и сам хотел это знать Почему он захватил только её одну? Без паники Просто тщательно всё обдумай Я должен сохранять спокойствие Всё не так, как в прошлый раз Сейчас всё по-другому Киллокера Погоди Ты права Но тогда это значит Фремине смог покинуть территорию Могли Ризли отпустить и его Но что он выиграл, позволив Фремине уйти? Кажется, я знаю Да? Он специально заставил Фремине и Линет исчезнуть Он бросает вне вызовы, пытается меня спровоцировать Я в этом уверен Эх, не надо было посылать Фремина Пришлось приложить столько усилий Чтобы протащить его мимо охранников и запустить в трубу Мы даже решили, что удача будет на нашей стороне Если Ризли специально позволил Фремине уйти Тогда вероятно И он тоже сейчас находится в ужасном положении Линя начинает паниковать Мы должны его успокоить Спокуха, Линя Прекрати, Линя Фремине остался бы, если бы мы не рассказали тебе О Чайлде Это всё была наша вина Нет Я руководитель этой операции Я отвечаю за всю команду И это я не смог их защитить Я должен поговорить с Ризли Да и ты совсем ебанулся Килокера, пожалуйста, вразуми его Я не могу допустить, чтобы Линя Отпокитили ещё раз А, ну да, уже был разук Я должен найти способ вернуть их И он убежал Он выбежал из лазарета Скорее за ним Что-то за... Блядь, это она всё проворачивает Хорошо, я думаю, что мы можем ещё... Что мы ещё можем внести некоторые изменения Я бы не сказал, что это невозможно Но потребуется дополнительное всестороннее тестирование Вот как Очень хорошо, тогда, пожалуйста, следи за временем Кто здесь? Собери всё Нас подслушивают снаружи Наверняка они войдут, как только мы замолчим Кто-нибудь, помогите! Человеку плохо! Всё, всё в порядке Ах, эти двое Я не сомневаюсь, что они найдут нужное место Соображают они неплохо Какой удивительный поворот событий Мне нравятся умные люди Но мне ещё нравится прикидываться дурочкой Люблю чувствовать, что мне доверяют Ох, что стряслось Не торопись, пожалуйста Отдышись сначала, а потом рассказывай Умение распознавать эмоции Это очень полезный навык Ини, подожди! Бесполезно, придётся бегать Юху! Он уже скрылся из виду Вот это скорость Давай встретимся и сниму кабинет Ризли Ладно А вот и мы Вот мы и псы Вот мы и встряхились Выходи, Ризли! А разве мы не в администрации? Почему бы тебе не попытаться соблюсти Хотя бы несколько правил Внутреннего распорядка крепости? Что ты сделал с моей сестрой? Я встретил юную госпожу в лазарете Я узнал, что у неё часто мигрени И решил пригласить её на чашку чая У меня в коллекции есть несколько сортов чая, способных уменьшить головную боль Брось свои шутки! Где Линетт и Фрэминэ? Я слышал, что ваше выступление Это настоящее зрелище Госпожа Линетт погружается в ящик, наполненный водой А в следующую секунду появляется в совершенно другом месте Может быть, она прямо сейчас появится у тебя за спиной, если повернёшь голову Он пытается обманом заставить меня повернуть голову Нет, скорее всего, он не собирается нападать на меня прямо сейчас Все заложники у него в руках И он даже настроен на светскую беседу Это значит, что Линетт, скорее всего, ещё жива Ты с самого начала знал о наших расследованиях в лазарете Поэтому он намеренно подстроил всё так, чтобы тело Кира начало сомневаться А мы продолжили расследование Так у тебя появилась возможность похитить Линетт Насчёт побега Фрэминэ Скорее всего, ты позволил Чайлду сбежать Ты отпустил его, чтобы избавиться от фатуи, которых мы внедрили в ваши ряды В этом не было нужды Крепость Меропид — прекрасное место Большинство людей наслаждаются своим пребыванием здесь Иначе ведут себя лишь те, кто преследует личные цели Выявить ваших коллег не составило труда Ты избавился от шпионов и распространил весть, что Чайлд пропал Поэтому отец послал нас сюда А ещё ты удерживаешь Фрэминэ, верно? Если ты такой всесильный, то зачем тебе заложники? Небольшая поправка Лена действительно в моих руках, но не Фрэминэ Не Фрэминэ? Что же ты на самом деле хочешь? Лене! О, замечательно! Все собрались, поэтому мне не придётся повторяться Скажу только один раз Большое спасибо за сотрудничество со мной Где Ленет и Фрэминэ? Какой энтузиазм и прямолинейность, Киллокера К сожалению, в крепости одна лишь госпожа Ленет Сейчас наслаждается первосортным чаем Согласно вашему первоначальному плану Господин Фрэминэ также должен был уже вернуться в крепость Но он до сих пор не появился Где он может сейчас находиться? Как думаете? Постой! Неужели? Ты оставил его в открытом море? Я всего лишь затворил врата крепости Меропи Фрэминэ, превосходный водолаз! С ним всё будет хорошо, правда? Нет, мы все еще здесь И он обязательно захочет вернуться за нами Маловероятно, что он вернулся в наземный мир Но зачем мне всё это? Конечно же, чтобы встретиться с вами По моим сведениям, господин Ленни Великий фокусник, поэтому вполне естественно Что я и сам приберегу несколько козырей в рукаве На случай важных переговоров Кроме того Я припоминаю, что ты говорил госпоже Ленет, что хотел По работе или в честном порядке Встретиться с начальником крепости Меропит Не так ли? Ты начал следить за нами еще до того, как мы прибыли в крепость Меропит Мои люди кое-что случайно услышали, вот и всё В любом случае, позвольте быть с вами откровенным Я хотел бы закрыть глаза на происходящее И мило общаться с вами Но всё изменилось, когда вы решили исследовать запретную зону Господин Ленни, расклад не в твою пользу Госпожа Ленет в моих руках А господин Фромена пропитывает морской водой Ты не хуже меня понимаешь, что он не может оставаться там вечно Но ты можешь запросто обеспечить их безопасность Тебе всего лишь нужно связаться со своей начальницей В идеале пригласить её ко мне на чашечку чая Ты хочешь встретиться с отцом? Но зачем отца соглашаться на встречу с тобой? Если ей не безразлична судьба любимых детишек То ей стоит посетить родительское собрание Я слышал, что отношения в доме очага такие же крепкие, как внутри семьи Она обязательно примет приглашение Как ты думаешь, почему отец отправил именно нас в крепость Меропит? Это просто дыра Такому высокопоставленному предвестнику Фатуи, как отец Не подобает посещать такие места Понятно Значит ей не нравится, как у меня здесь всё устроено Очень жаль Ведь я собрал неплохую коллекцию чая И хотел угостить её И господин Невилет И госпожа Фурина Фурина Уже получили немало сортов подарок Твоя цель встретиться с отцом? Что бы ты со мной ни сделал Я не позволю тебе использовать нас, чтобы шантажировать отца Ох, как же трудно с вами общаться Я просто хочу поболтать с твоим отцом Неужели её совсем не интересуют секреты крепости Меропит? Господин Линни Это твой последний шанс пригласить сюда отца Если ты откажешься Линни Зачем ты это делаешь? Вместо того, чтобы спрашивать, почему я так поступаю Почему бы тебе не попытаться взглянуть на вещи моими глазами? С самого начала Фатуи активно проникали в мою крепость Я предупредил вас, устранив нескольких оперативников Но вы только удвоили усилия Если бы вы оставили крепость в покое У меня не было бы причин для разговора с отцом Господин Фрамина сам покинул крепость Госпожа Линнет пыталась выведать мои секреты прямо у меня на глазах С какой стороны на это не посмотрим Ответственность лежит на вас Я Я не должен ни о чём просить отца для нас Шесть Пять Постой, я Два Один Время истекло Мне очень жаль, господин Линни Эй! Переговоры были недолгими Пожалуйста, покиньте территорию, дамы и господа Настало время для моего послеобеденного чая Постой, давай всё обсудим ещё раз Да, Келла Кера дело говорит Если не хочешь беседовать с Линни, поговори с нами хотя бы Вы же понимаете, что я отпускаю вас только из-за Нёвелита Вы здесь помогаете ему А я уже сделал всё возможное, чтобы не мешать вам Но это не значит, что вы можете вести себя, как вам заблагорассудится Пусть крепость мира пет небольшая Но в ней всё равно есть свои правила Я тоже хочу спасти Линет и Фрэмина Давайте поступим следующим образом Вы достаточно долго исследовали мою крепость Расскажите, что вам удалось найти? Я задам три вопроса Ответишь на все вопросы верно Я пойду тебе навстречу Вопрос первый Тайное правило производственного участка Что стоит за запретом работать три дня подряд? Невероятно, он спрашивает о тайных правилах Если я правильно помню Те, кто работает три дня подряд Получают на обед порцию странного мяса Хорошо, что мы это уже тщательно исследовали Посмотрим, смогу ли я вспомнить все подсказки Тогда с правильными ответами и не будет проблем Если нарушить тайные правила производственного участка То в бесплатном питании можешь обнаружить мясо с сюрпризом Блять Говорят, что за полчаса до обеда в лазарете всегда не душа Чем же в это время занимается госпожа Сиджвин? Кто знает, работаешь без... Кто знает, работаешь без перерыва Промоутер фонта постоянно терпит неудачи Из-за того, что недооценивают премиальные купоны Госпожа Сиджвин часто видит недалеко от производственного участка Она наблюдает за рабочими При каких обстоятельствах появляется странное мясо? Считает испытания по количеству безымянного неупакованного продукта По словам Кулинза, турниры по панкратиону проводятся только благодаря финансированию компании фонта Может быть это? Почему странное мясо так выглядит? В исследовательских записях написано Следующая Мелюзина воспринимает мир совсем не так, как люди Да Может это? Да Вот оно как! Так, теперь Пайман поняла Кто бы мог подумать? Тайное правило производственного участка Нельзя работать три дня подряд Тот, кто нарушит правила, получит на обед странное мясо Сначала мы подумали, что странное мясо как-то связано с исчезнувшими людьми Но на самом деле, его просто приготовила старшая медсестра Сиджвин Она часто посещает производственный участок, чтобы проверить состояние работников И отмечает тех, кто устал после трёх смен подряд Заботливая медсестра Сиджвин приходит в столовую пораньше и готовит добавку для тех, кому не помешает заряд бодрости Сиджвин хочет сделать как лучше и старается, чтобы никто не узнал про её сюрприз, но... Но, к сожалению, Мелюзина воспринимает этот мир не так, как люди Их чувство прекрасного тоже отличается от нашего Увэ, далеко не каждый способен распознать заботу, вложенную в каждое кулинарное творение Мы правильно ответили Неплохо Вы раскрыли тайну Сиджин и верно угадали её намерения Приятно знать, что её усилия не остались незамеченными Следующий вопрос В Панкратионе тоже есть тайное правило Одно из них гласит, что непозволительно поддерживать обоих бойцов сразу Почему? Тайное правило Ринга Я помню, если кто-то попытается поддержать обоих бойцов одновременно То на следующее утро получит посылку со странной жидкостью цвета крови Мы детально изучили этот вопрос Позволь мне проанализировать, что удалось узнать Чтобы мы могли прийти к верным выводам Что произойдёт, если нарушить тайное правило Панкратиона? Бутылка Кто отправил посылку со странной жидкостью цвета крови? Так, всегда не в душе за полчаса до обеда А, это фонпа Нет Может быть Почему странная жидкость кровавого цвета так выглядит? Нелезен воспринимает мир совсем не так, как люди Наверное Почему посылку получают только те, кто одновременно купил билеты на победу обоих бойцов? Хуй знает Аааааа... Ну да, и по... Блядь, всё неправильно! Бля... Ааааа... Хорошо, допустим, Сержвен отправила. Так. Ээээ, где было то, что она видит мир по-другому? А, в прошлом точно. М-м-м, надо допустим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, хорошо. Кто отправил? Ну, допустим. Блядь, нет. Ээээ... Да боже. Аааа, теперь Пайман поняла это правило. На самом деле нет ничего страшного. Тайное правило ринга заключается в том, что люди не должны делать ставки на обоих бойцов одновременно. Если они это сделают, то получат посылку со странной жидкостью цвета крови. Когда люди впервые видят жидкостью в пробирке, им становится не по себе. Они ассоциируют ее с пропавшим бойцом. Но на самом деле это всего лишь бутылка с новым экспериментальным продуктом от компании Фонта. Кроваво-красный напиток. Неудивительно, что даже сами сотрудники Фонта порой и сомневаются в правильности принятых решений компаний. Компания, столкнувшись с негативной реакцией своих сотрудников, решила протестировать продукт в меньших масштабах. Так они надеются понять реакцию потенциальных покупателей. Они приехали в крепость Меропит и предложили спонсировать турнир по Панкратиону, чтобы продвигать свой новый продукт. Но герцог полностью отказался даже рассматривать эту идею. Зная, насколько ценные купоны в крепости, герцог понимал, что только глупцы, не понимающие истинной ценности купонов, будут покупать за них продукцию Фонта. Таким образом, только те, кто доказал свою чудовищную глупость, поставив на обоих бойцов в одном поединке, были отобраны для тестирования напитков. Я признателен за те усилия, которые вы приложили, чтобы пролить свет на эту тайну. Хотя, судя по вашему рассказу, представитель Фонта и чересчур разговорчив. Возможно, я пересмотрю условия сотрудничества с компанией. Хорошо. И последний вопрос. В чём секрет нашей старшей медсестры и её пациентов в лазарете? У нас недостаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос. Ризли, прекрати эту бессмысленную, жестокую игру. Ты прекрасно знаешь, что мы не успели закончить расследование, и поэтому не можем ответить на твой последний вопрос. Ты с самого начала и не собирался отпускать Фрэмена и Линет. Лини! Ты за это заплатишь! Лини, ты в порядке? Ух, повезло-повезло. Отличный выстрел, Сиджвин. Спасибо. Не стоит благодарности, герцог. У них не хватило времени анимировать? Сиджвин? Пусть этот пистолет выглядит как игрушка. На самом деле он настоящий, как вы могли заметить. Сидж... Вин... Ты... Ты его сообщница? Вовсе нет. Я всего лишь живу в крепости Меропит и её защита мой долг. Когда господин Нёвилет пригласил меня, он сказал, что моя работа будет заключаться в том, чтобы заботиться о благополучии всех присутствующих. Я просто выполняю его поручения. Но разве это не относится и к Лини? Он ведь такой же заключённый, как все мои! Если ты знакома с Нёвилетом, то почему бы тебе не поучиться у него добродетели? Я всего лишь выполняю поручения Нёвилета. Я защищаю заключённых. Если бы не я, то их положение было бы гораздо хуже. И герцог может за меня поручиться, не так ли, герцог? Моя дорогая Сиджвин, что же мне с тобой делать? Неужели ты не могла подождать ещё пару минут? В конце концов, время уже почти пришло. Манера герцога вести дела порой может раздражать. Я хотела тебя вразумить. О чём ты? Какое ещё время пришло? Отпусти их. Если хочешь, можешь забрать меня. Как трогательно. Дай мне минутку, хорошо? Не надо так, герцог. Хорошо. Давайте всё успокоимся. Скоро к нам присоединятся ещё два гостя. Я отлучшусь выпить чашечку чая. Госпожа Сиджвин, я оставлю госпожу Ленет на твоё попечение. Что? Что вы делаете? Кажется, я слышу шаги. Дверь внезапно распахивается и в комнату врывается знакомая фигура. Пропустите, пожалуйста. Госпожа Кларинда, моя дверь. Фрамина! Фрамина! Что происходит? Что здесь делает Кларинда? Работаю. Простите, что пришлось прибегнуть к околу, господин Линни. Эффект успокоительного средства скоро пройдёт. Не перенапрягайтесь. Что случилось с Фрамина? Он ведь нырял за пределами крепости. Почему же он выглядит так, словно? Эти симптомы не может быть. То есть она хорошая? Чего? Нездоровый румянец, учащённый пульс. Должно быть, он наглотался воды первозданного моря. Что? Пропустите, пожалуйста. Мне нужно внимательно осмотреть господина Фрамина. Остальное я поручаю вам, герцог. Я поговорю с Клариндой, пока ты достаёшь Фрамина туда, где ему будет лучше. Всё остальное может подождать. Любопытно! Я думаю, это любопытно. Будем продолжать проходить уже в следующий раз. А на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!